Как лечат? Ну, на стадиях, которые... Вообще существует градация тяжести заболевания. Во всем мире она градируется по шкале Ньюс-2. Не связано с новостями, но это сокращение. Это отношение сатурации, то, что все уже знают, это пальсоксиметром измеряют, это количество дыханий, гемодинамика, это давление и пульс, и сознание. Если у человека температура даже две недели, это не означает, что он тяжело больной. Это просто у него температура две недели. Это один из симптомов. 38 температура, 38,5. Существует симптоматическое лечение. Обильное питье, симптоматическое лечение, отдых, общение со своим семейным доктором. По шкале Ньюс-2 снижение сатурации ниже 94, повышение количества дыханий, там меняется периодически. Сначала было 24, на сегодняшний день поставили 28. По-моему, сейчас перевели на 27 тонкости. Это уже называется средняя тяжесть. И этих людей уже переводят в больницы. Других людей в больницы не водят ни на КТ, ни на что. Основная масса – это симптоматическое лечение. Как я сказал, не дают ни гормоны, не дают антикоагуляцию, клексаны, ксорельта, не дают антибиотики, естественно. Потому что это доказано, что повышает риск смертности и риск тяжести заболевания. Я не понимаю, пациент семейному лекарю в трубку кашляет? Рассказывает, рассказывает. И все, и семейный лекарь может прийти. Все же ожидают... Ну, добре, пациент кашляет. Пациент, не знаю, у него запаление легень или бронхит. Для запаления легень треба, очевидно, антибиотик. При бронхите, да, но ковид – это не бронхит. Ковид – это совсем другое заболевание. И когда мы имеем дело с пандемией ковида, почти не было никакого гриппа. И не было других вирусных заболеваний. Соответственно, когда есть еще и контакт найденный, когда ПЦР-тест приехали, у тебя сдан, он положителен, то зачем нам подразумевать другое заболевание, когда у нас доказано, что это заболевание ПЦР-тестом? У вас ваши ПЦР-ки израильские? Да, конечно. Ваше выровнение? Да, это золотой стандарт. Не антитела, не что-то другое. Золотой стандарт во всем мире – это ПЦР-тест. Выезжали на дом, брали тесты. Также есть мобильные пункты. Когда ты думаешь, что ты контактировал, или тебе сказали, что контактировал, ты можешь доехать до туда на своей машине, из окна у тебя проверят, и все.